Ива Афонская Вот и все. Поставить с фонариком и разойтись. У меня, как у филолога, сразу возникли литературные ассоциации с известной статьей Добролюбова «Луч света в темном царстве». Где с лучом света в темном царстве он связывает стремление человека к свободе. Типа осветить темное царство путинской России на несколько минут лучиком света маленьких фонариков. Когда я прочла про этот план, я подумала, ну какой-то детский сад, какими-то фонариками светить. Но интересная реакция российских властей на это. Реакция российской власти на эту акцию просто истерическая и такая бурная, как будто люди собираются с оружием идти на Кремль. А не гулять по двору с включенным фонариком. Акцию с фонариками запретили. Руководители штабов Навального предупредили о недопустимости этой акции. Это удивительно. Это показывает, что российская власть так запугана. Она пытается запугать народ, но при этом она сама настолько боится народного протеста и народного выступления, что даже мирная прогулка по двору с фонариком ее пугает. И даже в свете маленьких фонариков ей чудится зарево революции. Перед 14 февраля Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет и МВД предупредили об административной и уголовной ответственности за незаконные акции. Пресс-релизы с предупреждениями практически одновременно выпустили три силовых ведомства. Генпрокуратура также прекратила штрафами за анонсы мероприятий в соцсетях. Так что возможно, что в России людей сейчас будут арестовывать, сажать в тюрьмы и заводить уголовные дела за прогулку по двору с фонариком. Итак, это что получается? В России запрещено светить во дворе фонариком. Это теперь противозаконное дело, уголовное преступление. Но в России пока нет закона, запрещающего людям гулять у себя во дворе с зажженным фонариком. Если бы мне кто-то когда-то раньше сказал, что в России наступят такие времена, что будет запрещено светить на улице фонариком, я бы никогда в это не поверила и сочла бы это какой-то нелепой шуткой. Даже советская власть во время Советского Союза, которую называли империей зла, до этого не додумалась. И вот теперь мы до этого дожили. Рассказать это жителям любой страны, они в это не поверят. Потому что это слишком фантастично, чтобы быть правдой. Да, наверное, недаром в России была сочинена песня. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. В путинской России становятся былью самые неправдоподобные, самые фантастические сказки. И даже фантастика. Самая фантасмагорическая. В последнее время кажется, что происходящее в России – это какой-то фантастический сон. Потому что он и не может, этот театр абсурда, быть реальностью. И кажется, вот сейчас проснешься и вздохнешь с облегчением. Это был только сон. Но самое удивительное, что это не сон, а явь. Хочется мечтать, что мы еще успеем дожить до того времени, когда все это кончится. И мы будем вспоминать Путина и Лукашенко, как какой-то страшный сон. И нам не будет вериться, что это было явью. Путин и компания так не любят свет, что даже огоньки маленьких фонариков им мешают. Хотя это неудивительно, что они не любят света. Ведь не даром во всей мировой культуре сложилась традиция отождествлять добро со светом и зло с тьмой. Силы добра со светом и силы зла с тьмой. Темные силы свет не любят. А еще в народных легендах всех народов Нелюбовь к свету – один из признаков вампира. Поэтому вампиры подструют ночью и спят днем. Закрывают окна от света темными шторами. Свет их пугает, и они его ненавидят. Неужели Россией правят вампиры, которые сосут кровь у России и ее народа, и ненавидят свет? Неужели российский президент – руководитель банды вампиров? Может ли маленький лучик света из маленького фонарика победить вампиров и осветить темное царство путинской России? Сейчас это может быть кому-то кажется несбыточной надеждой, но в жизни сбывается самое несбыточное. Каждый из нас – это маленький фонарик, несущий в себе свет добра. И пусть он очень маленький, все равно наш долг светить, какой бы большой долгой ни была темнота, и сохранить свой свет. И пусть один фонарик мал, но когда их много, то из множества маленьких фонариков создается большой свет. И, как это известно, самая большая тьма перед рассветом. Пока места есть охота, покуда есть друзья, давайте делать что-то, иначе жить нельзя. Ни смысла и ни лада, и дни, как решето, и что-то делать надо, хоть неизвестно что. Ведь срок и туч и краток, вся жизнь в одной горсти. Так надо бы нам в порядок хоть душу привести. Давайте что-то делать, чтоб духу не пропасть, чтоб не глумилась челядь и не кичилась власть. Пусть наша плоть не нужна и безысходна тьма, но что-то делать нужно, чтоб не сойти с ума. Уже и то от рада у запертых ворот, что все, чего не надо, известно наперед. Решай скорее, кто ты, на чьей ты стороне, обрыдали анекдоты с похмельем наравне. Никто из нас не рыцарь, не праведник челом, но можно ли мириться с неправдою и злом? За Божий свет в ответе мы все вину несем, Неужто все на свете окончится на сём? Давайте делать то, что Господь в душе велел, чтоб ей не стало тошно от наших горьких дел.